Перед просмотром данного видеоролика хочу поставить свой канал Stalker. Канал был открыт недавно и на нём всего лишь 23 подписчика. Но канал идёт в рост, друзья, и на нём вы найдёте видео про обзор различных механизмов в Майнкрафте, а также выживания. Ну а автор этого канала снимает видео также и про Clash of Clans и другие андроиды игры. Поэтому всё, это вам понравится. И, друзья, обязательно ставим лайки и, конечно, не забываем подписываться на его канал. И давайте поможем ему развиться. Всем хай, с вами Стив Про. И сегодня я покажу вам высушенный храм в Майнкрафте Пакетизжно. Собственно, название довольно странное, но всё же это так. После установки этой карты в вашем мире появится высушенный подводный храм, который вы сможете следовать без всякой воды, которая мешалась раньше. Собственно, океан или этот храм ограждён большим забором, который состоит из песка. И выглядит это очень эпически. Но если вы приблизитесь к храму и опуститесь на самый низ храма, то у вас появится новая атмосфера ужаса, друзья. И вправду ужасная атмосфера появляется, когда вы спускаетесь вниз. Эти блоки просто... просто... очень ужасные. И проявляет тревогу. Здесь уже появилась летучая мышка. Ну, мышка, если здесь появится вода, ты, наверное, умрёшь. Хотя все мобы в Майнкрафте не тонут, из-за исключения только слизи. И то в Майнкрафте Пакетизжно он тоже не тонет. Ладно, давайте, у меня появилась идея, давайте призовём босса этих стражей. И пишет он вроде, да, так, Элдор Гюрдинг. Подсказка уже есть. И... а, я забыл, друзья, волнистые палочки. Ладно, ничего страшного, давайте ещё раз повторим. Наш способ Элдор Гюрдинг и волнистые палочки. Обязательно нужно написать. Всё. И где-то появился наш босс. Так, наверное, он заспанился наверху. Давайте посмотрим. Нет, друзья, я не знаю, где он может быть. А, возможно, на этой карте отключён сложный режим. Ладно, проверять это не будем. Снаружи подводный храм выглядит просто эпически. Это, друзья, единственная, единственная большая постройка, которая есть в Майнкрафте. Даже песчаный храм не сравнится с ней. Хотя, раньше он был самым большим. Но нет, друзья, вот эта постройка, она самая большая и самая огромная. И это просто замечательно. Но я буду надеяться, что в будущем Аджонг добавит что-то ещё интереснее, чем вот этот храм. По идее, они должны добавить ледяные иглы, которые спавнятся в снежном биоме в виде домиков поселенцев. Ну, друзья, на этом мы должны только надеяться. Хотя, это не более нужно, потому что снежный биом спавнится с очень редким шансом. И, друзья, это очень редкий шанс того, что вы найдёте снежный биом. Ну что ж, друзья, а также перед тем, как закончить это видео, я хочу вас попросить, чтобы вы опять же поставили лайки и подписались на канал Сталкер. Потому что, друзья, этому каналу нужно развиваться, и у этого канала есть будущее. Собственно, ставьте ему лайки, обязательно давайте наберём ему аудиторию, и он будет снимать больше видосов. Ну, а на этом всё.